ну вот ну и задача-то как бы пройти ну и есть там пару нюансов если бы там добавить к примеру этих объекты, которые дают ресурсов кап и дают этот, как он называется, блять население типа оазиса а лучше и то и другое вместе вроде какая-то хуйня есть тогда можно будет ну более-менее так, потому что нужно строить промышленные районы один хуй без них я хуй знаю, что там получается ну даже если ты строишь торговые там точек торговли нету вот, одна точка торговли у желтого, блять даже если ты ее разведешь, там просто разъебут там отряды стоят эти отряды ты никак не пойдешь, не разъебешь потому что ты придешь, туда тебя разъебут со старта нету ни крепости, ни хуя то есть надо защищаться вот поэтому сейчас будем смотреть вот значит что так, два здесь, да, здесь какой-то добавил ну вот это как точка торговли должна считаться вроде бы или нет или это как здание считается да, вроде как здание так, четыре алло, меня слышно? да, да так, здесь че? так исследование, я уж не помню, какую я брал, блять я в основном, что изменил, это добавил больше авиации противнику ага, оливиафанычо ну там что-то вроде добавил, я не помню давай, знаешь как вопрос такой вот мы будем использовать вот эту вот хуйню значит часовых о том, что я просто не могу сделать так, чтобы они сразу были изучены а то есть в компании изучать, да ну так далее в компании ты делаешь ну как обычно в компании то есть у тебя ты изучаешь на карте всякие юниты и прочее а кто вместе они уже изучены вот ну здесь как здесь короче самое первое что делается это блять аж не помню я на сколько помню то, что в этих иранских перехватчиков которые противнику не 420 хп чего не должно быть и это неисправит ну хп прям прилично а там знаешь чё вот мне кажется что-то вроде вот я на левиафана хп смотрел там 7200 мне кажется что это вот когда чит вводишь тэч он то вот эта хуйня у левиафана становится 7200 вот и у всех даже у часовых вот это 480 становится но они жирные становятся вот у нашего часового всего 240 а у того 480 потому что все технологии всех раз фракция специальная выбирана в которой вообще все изучено и на свеке помню все бесплатно вот 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 именно вот та фракция которая у него есть вот эта оранжевая она все у него охуенно изучено и поэтому все у них охуенно так много хп так ну что крепость крепость здесь еще я не помню что блять так и здесь два петуха ну и все пока это у нас зеленый на желтом что я строил я уж не помню но я через два района буду играть потому что блять смысл пока ничего не поменялось это считается как казарма вроде как так что я буду строить то блять кто лучше из этих юнитов ну вот этим мили атака мне нахуй не нужна они ебануты таран и один таран и против танков нужно больше пехоты я бы сказал так пехота это надо эти против танков пехоты вот здесь надо а здесь вот эта пехота она ну не пехота совсем ну хуито она бегает медленно может и бьет нормально ну короче она уступает во всем вот этим я говорю что танки они бьют по одной цели то есть у них нет то есть пехота не будут очень это да это да они будут слабо кромсать но как бы та пехота которая пойдет за танками будет спавниться она будет ее разъебывать ну посмотрим до этого учились полиции мне кстати тут уменьшил цены уменьшим короче что я еще уменьшим увеличение цены их то есть они одинаковым статам то есть они просто дешевле а у кого у кого вот этих вот рыцарей вот эту хуйню все у всех этих кондотьеров получается это что у нас ну мне драгуны как-то больше нравится лицари конечно хп побольше таран наибольше наземная но эти блять на ходу стреляют тут тут золото хуй знает будет в избытке поэтому через драгунов но лицарь хуй знает тоже может будет построить кстати про добычу золотой тимони я и увеличил обеим так что у роберто плюс 47 тимони в минуту это по стандарту а вот латсо который желтый у него плюс 47 золота по стандарту то есть это без каравана здесь смотри здесь его разъебывают караван здесь петухи стоят один только караван у меня был здесь сначала пока не имел возможности здесь у зеленого два будет потому что сейчас разведчикам сюда слетаю здесь две шахты вот я когда буду переделать эту миссию для компании сделаю возможность дипломать просто сейчас я не могу этого сделать так как иконки у них это джаком и джаком ну ты смотри еще этот самый вот здесь вот это место да вот которое показываю между городом и шахтой возможность строить здание немножко под расширь вот этот путь ну хуй знает потому что ставлю вот эти лаборатории и она сука узкость надо всего руку брать да немножко на там даже убирать не надо пускай он как-то он может и здесь и устроить просто кисточкой вот этой которые не разрешают здесь ставить здание просто надо чтобы он разрешал вот здесь вот здесь кисточка сделаю это просто потому что там стоит а покер ну да вот эту блокировку но но я ее кисточкой вроде как рисовал так и тут кстати сразу изучить этого здесь ну тогда тяжелый этот механический человек это заебись тема будет все блять у меня больше всего была проблема с декорированием самого этого города карпанили потому что там у меня несколько раз игра окрашивалась паук меня этот бесит сука постоянно вперед лезет так а тут какой район получается нам нужен нам нужен военный здесь наоборот торговый хули с него толку блять ну хуя смотри они ебанулись что ли шахтеры я не знаю почему происходит они просто упадят шахты и идут в какие то такое место то есть у компьютера выключен весь интеллект который отвечает за армии и все остальное они просто идут сами по себе ну ну уже предел блять ну вот смотри он а у меня что разведчик стоит заебал сука так разведчик он если к городу полетит к союзному он его там разъебут тут крепость есть уже как то более менее атака вроде как где то на третьей минуте что ли идет так здесь еще здесь нужно на крепость ставить по любому как точнее нужно не пропустить только в общем это тактика у меня который но в общем я сейчас в общем и от этих беспонтовых типов щитами это пак фракции и заискровить ну так-то в принципе не смертельного строить и все равно можно блять часовые конечно дохуя лимита занимают хуй знает попробовать без этих играть без промышленных районов но скорость строительства хуёвая придется через три казармы блять или через две играть чисто 5 торговых блять 5 военных ну или торговых штуки 3 я стреляю военные потому что то торговых смысла вообще никакого нет ебаный ты петух блять вот видишь это какой был блять за дико это какой блять штуру построил ебаный в рот блять вот эти две шахты нормально еще торговать а этот с одной только с этой от с теми даже тут одна шахта вроде есть там блять разъебут все заебись построилась все пошла атака блять еще откат у него блять кстати танку немного изменил статистик ну да его характеристики понерфил не помню уже поняту ли бафну то ли понерфил скорость атаки у него хуевшая вообще и вот это если можно блять со старта всем юнитом вот эту бы хуйню блять на щиток бы поменять как было бы заебись так но получается чё казарму сразу вебем хуй с ним я думаю промышленные короче хуй запьем в этот раз будем через охуенно большую армию играть так чё не с характеристиками ну-ка было 19 стала 39 но если он также быстро стреляют это очень хуево он будет крепость разъебывать просто на 1 2 вы знает через другунов пошли они слабенько атакуют чекни статистики пранка пожалуйста я посмотрю какой у него выбран да и 39 у тебя сейчас герои не важно уже все брать и на без героя вообще не интересно и его призвать не можешь можешь прописать концовную команду что вы снова как там он в команде будет не через дискорд напишу проберта на по-русски важно нет нихуя может по-английски нет я тебе скидывать придется команду ну а я свернуть не могу придется прочитать да ну смысле не сможешь у меня запись идет вот этой игры если свернуть то она прервется получается перезапустится так поставь на паузу а не знаю тоже вроде перезапускается